Друзья, уже в конце мая выходит новое обновление торговли оружием и вам по-любому понадобится игровая валюта на покупку всего самого лучшего из этого DLC. Купить накрутку на ПК и по С4 вы можете в моей группе по прокачке по самым низким ценам. Работаем уже около двух лет, на сене около 500 отзывов, все делаем безумно быстро и крайне качественно, поэтому ссылка на мою группу будет в описании под роликом, ну а вам я желаю приятного просмотра. Ватсап мои дорогие друзья, с вами я Трипал и в сегодняшнем видеоролике я расскажу вам одну очень интересную историю, которая случилась с 11-летним школьником после покупки GTA 5. В общем ребят, если вам понравится такой формат видео, то давайте попробуем набрать под этим роликом ну допустим 800 лайков и я постараюсь побольше снимать видосиков в формате истории, ну а мы начинаем. Итак, в городе Гавана случился довольно интересный случай. По словам Кайлы Макалистера, ее 11-летний сын пролистывал руководство к игре, купленной в магазине GameStop этим воскресеньем, и затем на его глаза попалась пренеприятнейшая находка, а именно пластиковый пакетик с белой субстанцией внутри. Они сразу же позвонили в полицию и оказалось, что в пакете содержался метамфетамин. Согласно Макалистер, написавшей об этом инциденте в посте на фейсбук вечером в воскресенье, она и ее сын посетили магазин GameStop в восточном Талахасе примерно в полдень воскресенья 7 мая, чтобы продать и прикупить поддержанных игр. Во время длительного процесса установки ее сын решил пройтись по руководству игры. Таким образом и был найден пакетик с наркотиком. Из поста Кайлы на фейсбуке. Сегодня я взяла моего сына в GameStop в Талахасе, чтобы продать игр и купить немного новых. Когда он открыл буклет одной из ранее купленных игр, мой 11-летний сын, то нашел это, пакетик мать его мета. Разумеется, что игра не была как следует проверена при продаже, и из-за этой халатности я могла потерять своего ребенка. К счастью, он принес это сразу к нам и спросил, что это такое. Как было указано в полицейском отчете, заполненном в офисе шерифа округа Газден, офицеров полиции вызвали на место происшествия для выполнения теста над субстанцией прямо на месте. Тест дал положительный результат на метамфетамин. Если эта ситуация кажется вам знакомой, то это потому, что то же самое случилось в Луизиане с Лейком Чарльзом прошлым сентябрем. Еще один 11-летний ребенок, еще одна использованная игра из GameStop и еще один пакетик мета. Согласно Кайле МакАлистер опять же на фейсбуке, эта схожесть между двумя инцидентами вызвала у нее немало страданий. Основная причина мучений для Кайлы МакАлистер исходит из того, что могло произойти с ее малолетним сыном, если бы тот не принес этот пакет к ней незамедлительно. Или что бы произошло, если этот же пакетик нашла ее трехлетняя дочь. Вот почему я не спала всю прошлую ночь. Моя трехлетняя дочь уничтожает на кусочки игры моего сына. И если бы он не нашел это и она бы добралась до игры, то сейчас ситуация могла быть совершенно иной. Потому что мы бы не подумали, что это пришло с игрой. Она могла бы умереть и я бы провела остаток своей жизни, думая откуда взялся этот пакетик. Сказала МакАлистер, которая в данный момент находится на седьмом месяце беременности. С GameStop уже связались насчет произошедшего инцидента. У них спросили мог ли этот пакетик быть упущен при проверке, так как в большинстве случаев проверяются только диски игры. Представитель GameStop ответил, что мы проверяем все. Пиар отдел GameStop отказался прокомментировать эту ситуацию. Согласно МакАлистер, GameStop связались с ней и предложили произвести замену. Мне позвонил районный менеджер и предложил мать его произвести замену видеоигры. Предложил отослать ее по почте, чтобы мне не пришлось приходить в магазин. Эммм, нет, спасибо вам, я не буду более пользоваться услугами этой компании впредь. Окружная полиция Газдана передала дело в полицейский участок округа Лион, где и находится магазин GameStop для дальнейшего проведения расследования. Как написала Кейли на фейсбуке, мораль истории такова, пожалуйста, проверяйте купленные игры. Даже мысли о том, что что-то могло случиться с любыми из моих детей, просто убивает меня. Так что, пожалуйста, все проверяйте. Ну а на этом, друзья, у меня все. Вот такую вот довольно-таки интересную историю я вам сегодня рассказал. Не забудьте ценить этот ролик лайком, если вам понравился такой формат роликов. Также не забудьте подписаться на канал и, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои дальнейшие видеоролики. Но если вам нужна накрутка и прокачка вашего персонажа на ПК без переноса по самым низким ценам, к тому же совсем скоро выходит крупная DLC в GTA 5 Online, то обращайтесь за покупкой в мою группу по прокачке. Ну а на этом уже точно все. Все остальные важные ссылочки на мои соцсети будут в описании под роликом. Всем огромное, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok